Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о проблемах зависимости. Я Анна Смирнова и мой сегодняшний гость, выздоравливающий игроман Виталий. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, телефону прямого эфира в нашей студии 6М2 12 93 9 и 6М2 13 93 9. Вы также можете звонить, задавать вопросы, если они у вас есть. 23 года вы были в зависимости от азартных игр. Как формировалась ваша зависимость? Ну там получилась довольно интересная такая ситуация. Изначально у меня была алкогольная зависимость. То есть я довольно сильно употреблял алкоголь и регулярно я без него уже практически не жил. Потом химические реакции организма отказались от алкоголя и получилось так, что я остался вот так в пустоте. То есть алкоголь не нужен, другое ничего не интересно. И зашел мой знакомый, говорит, пойдем сходим. Тут появилась новая развлекаловка. Ну и мы сходили в заведение. И как в большинстве случаев бывает, с минимальной суммой я выиграл довольно прилично. То есть новичкам везет? Ну, как правило, в этом случае поговорка новичкам и дуракам везет. Вот. И меня это зацепило. Пошел второй раз, опять выиграл, потом опять выиграл. Думаю, блин, а нафига мне работать? Вот зачем мне работать, если я могу прийти и с минимальной суммой там стать миллионером? Ну и в итоге... Соблазн легкого, легких денег. Абсолютно. Абсолютно. Причем поначалу соблазн того, что я в это ничего не вкладываю. Практически. То есть при минимальном вложении максимальная отдача. Потом это стало как-то 50 на 50. То есть то выиграл, то проиграл. Когда проиграл, появились мысли, что, блин, а почему я проиграл? Значит, я что-то сделал не так, значит, я не туда нажал и не так сработало. Значит, я должен зайти и вернуть свои деньги. Желание отыграться? Абсолютно. Я заходил в заведение, опять оставлял все там, опять потом появлялось желание отыграться. В итоге это желание отыграться перелилось в желание получить эмоции. Плюс это... Я понял, что это один из вариантов как бы спрятаться от всего, от всего мира. Это уйти от этой реальности, может быть, да? Которая не казалась вам привлекательной? Абсолютно. Потому что на тот момент у меня уже была вторая супруга. С первой супругой мы недолго прожили, что, опять же, теперь я понимаю, что это была моя вина. Вот. Ну, вот. И вторая супруга появилась. И замечательная женщина. Я очень ей благодарен за ее терпение. Вот. Потому что вся семейная жизнь, все было на ней. Ну, у нас выглядело как? Ну, вот такой небольшой пример, что я мог завести себе будильник на 3 часа ночи. Или там на 2 часа ночи поставить мелодию, ту, которая у меня стоит на звонке. У меня срабатывает будильник, я поднимаюсь, она говорит, кто тебе звонит? Я называю имя человека, на которого стоит. Я, на который звонит. А что случилось? Я говорю, ой, ты знаешь, у него там такая проблема, у него что-то сломалась машина, а он там за ригой просил приехать его отбуктировать или помочь с ремонтом. Ну, есть повод для того, чтобы пойти играть. Да. Она говорит, да, хорошо. Я знаю, что она просто не проверяла мои звонки, там, моих друзей, потому что она их, в принципе, не знала. Вот. Я уходил, я мог пропасть с тот момент, я мог пропасть на сутки, на неделю, возвращался. Где ты был? Я говорю, ну вот, так и так. То есть мышление игромана мне давало такой, как сказать, возможность фантазии, именно вот во вранье. Вот я мог обмануть, я не знаю. Мастерски. Вообще. Мы в нашей программе часто проводим параллели между зависимостями и их проявлениями. Давайте послушаем, что нам рассказал зависимый алкоголик. Он был гостем программы «Выбор». Давайте послушаем, как он описывает свою зависимость. Это внутреннее состояние, которое приводит меня, наверное, в такое смятение, что я не могу и с алкоголем, да, быть на «ты», как раньше, да, и без алкоголя я тоже не могу. То есть я всё время нахожусь между двух огней, да. И вот это внутреннее состояние, его надо прочувствовать и это не описать словами. Просто когда это безвыходность, да, то есть ты просто взвываешь, взвываешь к небесам и не понимаешь, что делать, вот как делать, как избавиться, да, это край, это и есть вот это дно. И никакие люди, которые тебе будут рассказывать, что-то доказывать, да, пока я сам этого не захочу, это моё желание, да, не будет искреннее моё желание, я не смогу бросить, как бы я ни хотел. А то, что дно не дно, да, то есть мы можем вернуться к этой теме, я расскажу по своему дне, там будет все ясно. Просто это, как может быть, сейчас за три года моей трезвости восстановился так, да, и так. Может, не совсем мозги пропил, да, но был период времени, когда я жил, на чердаке. Ну вот мой гость говорила, описывал своё состояние так, что и с алкоголем я не могу, и без алкоголя я не могу, вот эта вот безвыходность, этот замкнутый круг. Были ли вам свойственны эти ощущения? Немножко по-другому. То есть я могу сказать за себя, что в моменты, когда я находился в игровом заведении, я был счастлив на тот момент. У меня была эйфория, о, как здорово, если я ещё и выигрываю, там, да, здорово. Проигрываю, блин, опять плохо, опять начинает работать вот это вот мышление вранья, где мне взять денег, где мне раздобыть патронов. Вот, и в какой-то степени я получал там, скажем так, электр счастья. Меня не касались другие проблемы. Я выходил тут за пределы заведения, у меня тут же начинались проблемы, там, то надо сделать, то надо сделать, а это всё семья, там, родители, ещё что-то. И у меня вот такого не было конкретно, что вот и без этого не могу, и с этим не могу. Потому что с этим-то вот как раз-то я и мог. А вот без уже было сложнее. Мне нужно было придумывать, где чего найти, где что достать. Я вот сказал насчёт родителей, к сожалению, у меня вот сейчас ушёл папа, мама год назад ушла, и я, слава богу, я смог им хоть что-то в старости дать. Я был с ними. Вот, и доходило до такого, что я залезал в их кошелёк для того, чтобы взять деньги на игру. Потому что когда всё у меня началось там за ними ухаживать, я ещё тогда был в зависимости, в игре, я достигал, как правильно вот сказал человек, что я достигал своего дна. И дно у каждого своё, ведь для кого-то это потерять всё условно, потерять квартиру, какое-то имущество жизненно необходимое, а для кого-то это разбить копилку ребёнка, например, да, и пойти на деньги, скопленные твоим ребёнком, там, не знаю, копеечки какие-то, проиграть их. Абсолютно, абсолютно правильно, потому что действительно у каждого своё дно. Моё дно заключалось в том, что, во-первых, я проиграл всё, до чего мог дотянуться. Практически всё, что принадлежало мне и что имело какую-то ценность, было проиграно. Человек рассказывал, что он ночевал на чердаке, я какое-то время жил в гараже. Прятался от всех, потому что долги, и не только долги, мне было, ну, как бы я пока вне игры, мне стыдно было смотреть в глаза своим родным, близким, там, знакомым. Я от всех прятался, вот, и это стало поводом тоже моим дном, потому что мне уже не на что было играть. Я довёл себя до такого, что у меня было, ну, как вот я рассказываю новичкам нашим, у меня было два варианта. Или отправиться в бомжи, или отправиться на тот свет. Но бомж – это человек, который по натуре своей, это его сложение ума, это вот его жизнь, он должен этим жить. Это не для меня, я не смогу себе такого сделать. На тот свет, ну, во-первых, могу сказать сразу, что я в этом плане я трус, я боюсь смерти. То есть страх смерти он восстанавливал? Да, это одно. Второе, у меня уже на тот момент были довольно взрослые дети, у старшего сына появился внук, и внук был у меня на руках, и я понимал, что я не могу себя лишить жизни по той причине, что я хочу увидеть, как он пойдёт в садик, как он пойдёт в школу, как он будет расти. И это тоже было. Но нашёлся третий выход, слава богу, мой младший сын нашёл адрес содружества, он нашёл мне телефон, по которому я созвонился, и то, и то после того, как он мне дал этот телефон, я ещё полгода продолжал загонять себя всё глубже и глубже. То есть мне было всё равно, как я выгляжу, что со мной происходит, мне было всё равно, что кушать. То есть как бы это вообще не играло никакой роли. Не имело значения. Абсолютно. Имело значение только наличие денег в кармане. Потому что зачастую покушать, ну, покушать я мог и в зале. Элементарно тот же кофе, тот же чай, алкоголь. То есть всё было подчинено именно игровой тематике. Мы сейчас небольшой перерыв сделаем, потом вернёмся и продолжим. Оставайтесь с нами. Программа «Выбор» мы продолжаем. Говорим мы сегодня об игромании. У меня в гостях выздоравливающий игрок Виталий. Здравствуйте. Здравствуйте ещё раз. У вас сегодня день рождения. Я поздравляю вас в прямом эфире. Спасибо, что вы пришли к нам в этот день. Надеюсь, что всё у вас будет хорошо. И вот как раз о днях рождениях. Было ли вашим вторым рождением освобождение от зависимости? Можно ли так сказать? Скажем так, что это было моим духовным днём рождения. Потому что физически они продолжались. Хотя, по большому счёту, я свои дни рождения не люблю и не отмечал. Особенно предыдущие. Потому что, как правило, знакомые всегда дарили финансы. И это всегда тяготило. А духовное рождение, да, это, можно сказать, что это моё духовное перерождение. Потому что после того, как я признал, что я зависимый игрок, я в свои 47 лет пошёл крестился, принял крещение, пришёл к Богу. И кто-то называет высшей силой, кто-то как-то по-разному. Я называю это Бог, это Святой Дух, которые мне помогают, которые меня удерживают от каких-то неправильных движений. Но вот как пример я могу сказать, что когда я... Вообще у меня моя дата 7 октября. И когда я пришёл, это был... Момент, рубежный момент для вашей жизни. Это когда я пришёл на собрание, когда я уже окончательно прекратил. Признали свою зависимость, что очень важно, о чём мы тоже говорил и мой гость предыдущий, которого мы включали. Пришёл я за месяц до этого, за три недели до этого, в сентябре. Ну, конечно, когда пришёл, это полная эйфория. Блин, я столько лет играл, и тут я три недели, я вообще не смотрю в эту сторону, у меня нет желания. И тут получается ситуация, что я еду в магазин, и в какой-то момент я понимаю, что я оказываюсь в заведении. Момент это тот, что я открываю кошелёк, и я понимаю, что у меня в кошельке нет денег. Я посмотрел по стране, я сижу в заведении, проиграл деньги. Слава богу, что я не пошёл к банкомату, хотя он был рядом. То есть вы не помните, как это было, в какой момент вы оказались? Абсолютно. Мне просто нужно было, вот я вышел из автобуса, нужно было зайти в магазин. Заведение на другой стороне дороги. То есть мне надо было перейти дорогу, и вот это вот наваждение, вот этого заведения, вот этого ощущения, что вот заведение, что я сейчас стану миллионером, да, что всё-таки я выиграю, или получу какие-то эмоции, получилось так, что я не понял, как я оказался в этом заведении. Слава богу, что сработало. Опять же, с момента прихода в наше содружество, человек, признавая, что он зависим, с человеком начинает работать программа «Высшая сила». То есть «Высшая сила» меня остановила, чтобы я не пошёл в банкомат, потому что вся основная сумма лежала на карточке. Ну, вы каким-то образом обратились, я не знаю, там, к себе самому, к Вселенной, как кто понимает «Высшую силу», чтобы… Вы знаете, я даже не обращался. У меня получилось так, что хлоп, кошелёк пустой, ага, карточка. И тут сработал какой-то как шлагбаум, что ли, стоп, что я делаю? То, что вас смогло остановить. Да, что я делаю вообще, что я делаю? И одна из сложностей у многих из наших, ну, от кого я знаю, это после такого срыва прийти и признать. Это было так же сложно для вас? Да. Для меня это было крайне сложно прийти на следующее собрание и признать, что я сорвался. Вот я читала письмо-исповедь одного игромана, он рассказывал о том, как все игроманы живут воспоминаниями о больших выигрышах, то есть в процессе своей зависимости. И вот эта мысль, что можно сорвать куш, да, и получить этот триумф эмоциональный, вот о чём вы тоже мне говорили до эфира, эмоциональное вот это насыщение от выигрыша и даже от проигрыша, такой временный, но в то же время действительно ли он преследует? Первое время, ну, в основном он преследует тогда, когда я находился в зависимости. Было такое, да. Да, но, как и… не знаю, насколько большинство, но многие из наших зависимых, кого я знаю, люди, которые обладают аналитическим умом. Я реально понимал, находясь в заведении, что вот этот вот железный ящик не вернёт мне того, что я в него вкладываю. У него существует программа, которую я не смогу обмануть. То есть вы понимали, что заранее вы в проигрыше? Абсолютно, абсолютно. Я уже понимал, что реально я не верну того, что я вложил. Да, у меня были большие выигрыши, да, ну, у каждого понятия большой выигрыш – это своё, да, были большие выигрыши. Ну, сколько это было? Ну, мы обычно сумму не называем, но это можно было исчислять тысячами. Вот. В итоге всё равно эти выигрыши превращались в проигрыши тут же в соседнем заведении. То есть это было всё в обороте, скажем так. Да, да, да. Это было всё в обороте. Единственное, почему меня до сих пор ещё иногда преследуют мысли о выигрышах – это в плане финансовом. Потому что прекратив играть, я не стал миллионером. Но играя вы им не стали. И играя я им не стал. Но, опять же, у меня преследует та мысль, что на данный момент у меня есть та сумма, которая у меня есть, вот которую я получаю ежемесячно. Мне её надо рассчитывать. В тот момент у меня были мысли о том, что у меня постоянно в кошельке были деньги. Не важно, что эти деньги я брал у кого-то в долг. Меня это не волновало в тот момент. Но они были. И у меня было постоянное ощущение того, что у меня всё время есть деньги. Когда бы я не открыл кошелёк, соответственно, если это не после заведения, у меня всегда были деньги. Но даже после заведения у меня в течение часа, получаса, двух часов могли появиться деньги. И это давало ощущение, что вау, я бог, я великий, я сильный, я могу всё. И сейчас, да, я рассчитываю с долгами. Ещё не со всеми рассчитался, вот рассчитываю с кредиторами, там всё. Но, опять же, меня не напрягает то, что у меня есть какая-то определённая сумма. Это позволяет вам просто планировать свою жизнь сегодня. Да, от этого становится легче. И зачастую это блокирует мысли о том, что у меня когда-то было там что-то. Ну вот ещё такой отрывок из письма игромана. Я зачитаю, что он пишет. У некоторых проиграны квартиры, машины, бизнес. Но об этом почти не говорят игроки. Они вспоминают счастливые дни выигрышей, когда им везло. И со стороны кажется сумасшествием слушать историю человека, потерявшего в этой жизни практически всё, променявшего всё свободное и несвободное время на игру, и стоящего перед тобой со счастливой улыбкой из-за того, что вчера он выиграл несколько сотен. Вот это такое, наверное, парадоксальное, может быть, свойство игрока. Не помнить плохого, да? То есть это такой непозитивный пример, безусловно. Хоть в обычной жизни это можно применить как что-то позитивное. Но вот не в данном случае. Вот в вашей жизни зависимо это присутствовало? Да, это присутствовало. И скажу так, что большей частью это присутствовало по той причине, что между игроками существовало, не знаю, как общаться, раньше существовало такое негласное правило. Оно даже не озвучивалось вслух. О проигрышах никто не говорил. Никогда. Я помню, сколько я общался с людьми, я всегда рассказывал, блин, представляешь, я пошёл вот туда-то и выиграл, а потом пошёл туда-то и выиграл. Но я никогда не говорил, что было в отрезке между вот этим вот пошёл. Что я пошёл в другое заведение и оставил там всё, что я выиграл. То есть вы максимально ретушировали всё то плохое, что происходило в вашей зависимой жизни. Абсолютно. Хотя в мозгу это всё откладывалось, в память я помнил свои проигрыши, я понимал, что я проиграл больше, чем я выиграл. И позиционировать выигрыш, это считалось как бы хорошим тоном. Говорить о проигрыше – это был мовитон, что это было плохо, это некрасиво. И да, и большинство игроков и зависимых всегда говорили «я выиграл, я выиграл, я выиграл». И то, что… Я знал людей, которые… Конкретно знал людей, у которых была фирма, была машина, была квартира в хорошем доме, хорошая квартира в центре города. Сначала у этих людей пропала машина. Я говорю «А где машина?» «А, и знаешь, она сломалась», потом я узнаю, что они её продали ради игры. Хотя я сам уже в то время, я уже находился в зависимости, уже был в зале. Потом у этих людей пропала квартира, они переехали в более дешёвую, потом пропала фирма и потом пропали сами эти люди. На самом деле, действительно, это не озвучивается среди других людей, ни кем. И даже все, как сказать, статистики, ведь нет статистики о том, сколько человек покончил с жизнью самоубийством именно из-за игры. Вот последний из того, что я помню, такой громкий скандал, это когда в Лас-Вегасе пожилой человек из снайперской винтовки, расстрелял кучу народа. При всём при этом у него был большой выигрыш. Очень большой. У нас не озвучивается, что большинство самоубийств происходит именно на почве суицида вот этого, именно на почве того, что человек проигрывает всё. Тем не менее, что касается вас, именно страх смерти восстанавливал. То есть он мог остановить. Потому что многие зависимые говорят о том, что страх смерти уже не работает. Если говорим о наркомании, скажем, чтобы достать дозу, человек готов… Это, по сути, вопрос жизни и смерти для него достать дозу, и в то же время он готов лишиться этой жизни. У игроков то же самое. Чтобы достать денег, человек может пойти на такие меры. Просто моё дно случилось тогда, когда я ещё не переступил эту черту. Со временем я понял, что мне не хватило какого-то небольшого времени, чтобы я переступил черту вот этого страха. Потому что были мысли о том, что… Ну ведь моим же родным будет лучше, если меня не будет. Вы думали, что вы можете их освободить от своей зависимости? Да. Но с другой стороны, я понимал, что… А в каком смысле я их освобожу? То, что меня не будет, то, что мне моей супруге придётся тянуть семью. И я ничем не смогу помочь. То, что мои дети будут прятать взгляд от того, что, когда у них будут спрашивать, а где ваш папа, и что случилось. Они не смогут откровенно рассказать о том, почему я это сделал. Я не переступил эти черты, и слава Богу. Какие чувства вы испытывали по отношению к самому себе? Даже вот сложно сказать, наверное, чувство садомазохизма. Что вы сами себя уничтожаете. Да, что я сам себя… Ну и получаете от этого удовольствие. Я получал от этого удовольствие. Такая счастливая лихорадка. Да. Потому что, когда я подходил к заведению, я оглядывался по сторонам, чтобы никого не было знакомых. И в тот момент, когда я начинал открывать дверь заведения, у меня появлялась дрожь в руках, я начинал ощущать, как только появлялся вот этот запах заведения. Специфические игры. Запах освежителя воздуха, запах сигарет, запах алкоголя, запах человеческих тел, которые… потому что там жарко, и людям жарко, вот этот запах. И я понимал, что вот, вот, я вошёл, всё, у меня такое радостное возбуждение возникало, что я хотел туда войти, я получал удовольствие. Это, скорее всего, ближе всего к садомазохизму. Ну, жизнь как трансформировалась в процессе игровой зависимости? Как она менялась, я имею в виду? То есть это был такой быстрый спуск кардинальный, или же это был поступенный всё-таки? Во время зависимости, нет, там происходит, скажем так, довольно быстрый слалом. Ну, можно сравнить, наверное, с горками в аквапарке или с бобслеем, да, когда человек по трассе вот летит, и вот это вот… Просто доли секунды имеют значение в данном случае, и, конечно, это время ограничено. Это и происходило, в моём случае это происходило, потому что я очень быстро потерял ту работу, которая мне нравилась. Я занимался, как бы, частной деятельностью, да, вот, реставрацией, и мне это нравилось, и я продал весь свой инструмент, я потерял все свои контакты ради этого. И это случилось, ну, если брать вот в растяжении 23-х лет, и сравнить с трассой бобслея, это случилось буквально вот на первых стартовых секундах, как у них. То есть у меня на первые пару лет, у меня этого и нету. Моментально. И это всё скатывалось к концу, это всё набирало такую снежный ком. Всё больше, больше, больше. Проблемы… Ай, нафиг эти проблемы, я лучше пойду в заведение, я там от них спрячусь. Там меня никто не достанет. И это поможет решить, но это, конечно, не помогает решить, и в то же время мысль о том, что это разрешит все насущные бытовые какие-то неурядицы, она присутствует. Это, как бы, поначалу это была надежда на то, что я отыграюсь, и я решу в раз все свои проблемы, и всё, и на этом я прекращу. Но когда случались моменты отыгрыша, я всё равно не решал ни одной проблемы, кроме одной – сходить дальше. То есть, как бы, ну, я как игрок, я был эгоистом. Эгоистичное чувство того, что я такой увядающий нарцисс, да, который вот… Вот он загибается, этот нарцисс, и всё равно, но ведь я же нарцисс, я могу, и в итоге это «я могу» привело к тому, что я ничего не могу, и я оказался в содружестве, ну, и слава богу, что я оказался в новой клумбе, где эти все нарциссы превращаются уже в такие, даже не знаю, какие у нас вот такие, вот как сирень, которая многоцветная такое, но так и с нашим содружеством. Давайте послушаем, что нам о своей зависимости говорил выздоравливающий игрок с большим стажем, он долгое время был зависим от азартных игр. Давайте послушаем, что он у нас сказал как раз о проигрышах, которые были в его жизни. Я становился чрезвычайно нервным и крайне раздражительным и даже грубым, когда я проигрывал. Но были какие-то случаи, когда я выигрывал деньги. И это было фактически самое плохое, что вообще случалось в моей жизни, потому что я понимал, что это ненадолго, и я эти деньги сразу же проиграю. Это только зависит, в какой именно день, или сегодня, или завтра. Так что я отлично осознавал то, что деньги у меня не останутся ни при каком раскладе. Вот самое страшное, что случалось, это выигрыши, говорил гость. Да, это, как я вам уже говорил, когда мы перед эфиром общались, в этом фильме «Деньги на двоих», когда актер сказал, что зависимый игрок приходит в заведение не для того, чтобы выиграть, а чтобы проиграть. Чтобы получить эмоции. Да, чтобы получить эмоции. И, как правило, эти эмоции отрицательны. И зависимому человеку, зависимому игроку, вот мне, например, как зависимому игроку, мне это было важно получить по большей части отрицательные. Потому что в этот момент я скатывался к тому, что я говорил раньше, к садомазохизму. Моральному. Потому что я выходил из заведения, я начинал ругать себя последними словами, какая я сволочь, какая я скотина, потому что я лишил денег семьи, я не куплю сыну то, что он хочет. И это получалось опять скатываться к садомазохизму. Но вы чувствовали на физическом, ну психологическом, наверное, понятно, плане, да? А вот на физическом, может быть, разрушение своего тела, своего организма. Вот было это ощущение? Не совсем. На тот момент физически. Мне же нужно было где-то достать патроны. Мне же нужно было достать деньги. Такая невероятная предприимчивость для того, чтобы деятельность. А для того, чтобы мне что-то достать, мне приходилось крутиться, мне приходилось вкалывать больше, зарабатывать что-то больше, мне приходилось мотаться. И физически это поддерживало. Внутри я разрушался, я понимал, что я разрушаюсь. А снаружи, да, у меня было, как он сказал, этот человек, что я становился агрессивным, я становился злым. В том числе и по отношению к своим близким. Это, наверное, в первую очередь, да. Это в первую очередь, потому что все скандалы вызывались о мной с одной целью – уйти в хлопную дверь. И оправдать свои действия. Оправдать свои действия. Я мог найти миллион причин, почему виноваты родные. Но я не находил ни одной причины, почему виноват я. Хотя сейчас я просил прощения у своих родных за то, что я им причинил. Слава Богу, мои родные меня поняли, пошли навстречу, они поддерживают меня в моральном плане. Потому что физически я должен сам завершить этот процесс. А в моральном плане, да, от них большая поддержка. Один из выздоравливающих наркоманов рассказывал о том, что ему было свойственно раздвоение личности. Когда с одной стороны ты можешь идентифицировать любовь к своим близким, понимать их значимость, можешь их пожалеть. А с другой – ты исключительно подчинен своей зависимости настолько, настолько находишься в ее власти, что в том числе можешь причинить боль и вред своим близким, не задумываясь даже об этом, потому что у тебя есть одна и единственная цель – скажем, поиграть или в данном случае достать дозу. Это было свойственно вам, вот это раздвоение личности? Как это проявлялось? Было ли такое вообще в вашем случае? В моем случае – да. В моем случае – да, потому что я знал точно, что вот в компании, вот никто не знал, что я играю. Может быть, кто-то догадывался, но молчали. Но в компании мы шутили, мы веселились, я мог себе позволить выпить рюмку, то есть организм не полностью отказался от алкоголя, я могу выпить, но мне это неинтересно, мне это не нужно, я не понимаю от этого удовольствия. Анекдоты рассказать, посмеяться, покуролесить, да. Но в тот же момент, когда я оставался один, я реально понимал, что вот там был не я, вот там была показуха. И я просто себя позиционировал, как такой рубаха-парень, который веселый, у него нет проблем, я такой счастливый. Но в тот же момент у меня в мозгу сидел такой червяк, который, слышишь, ты умник, что там раздухарился? Ну-ка давай заканчивай, тебе пора уже в заведение. И мозг перестраивался под этого червяка. В тот же момент я менялся, как бы, ну не то, что там всё, пошли вы куда подальше. Нет, я менялся так, что вот, ну всё, я устал, всё, мне пора. Я уходил, уходил куда-то так подальше, чтобы никто из них не догадался или там вот уезжал на машине и заходил туда, куда звал меня червяк. У нас есть звонок, мы слушаем вас. Здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, пусть меня извинится ваш гость. Да, пожалуйста. Я не очень-то верю в ту идею, что это больные люди, да, зависимые от игр, зависимые от наркотиков. Они не больные, они сделали свой выбор. Одно дело, когда нападают на тебя, да, какие-то бандосы и вкалывают тебе дозу, ты становишься наркоманом не по воле, не по нужде. Наркоманы – это люди, ищущие удовольствия, а игроманы – халявы. И мне очень жалко семьи этих людей, потому что нормальный мужик с нормальным нутром всегда делает правильный выбор в пользу своей семьи. А то, что вы наигрались, жили для себя всё это время, а сейчас говорите спасибо семье за моральную поддержку. Да им памятник надо поставить в вашей семье. А вы, пожалуйста, не зудите, что вы больной. А вы реально слабо-больный человек, причём ещё с таким не совсем хорошим нутром, раз вы столько раз представляли свою семью. Да, спасибо вам, спасибо вам за это мнение. Ну вот как, кстати, воспринимаете такую, скажем так, критику в свой адрес, если она звучит? Насколько это распространённая вообще история, когда люди говорят, что вы не больной, а просто у вас нет воли? Как часто вам приходится такое слышать? Часто, часто. И если раньше я на это реагировал агрессивно, то сейчас, слава богу, программа меня научила реагировать на это спокойно, я понимаю людей, вот то, что мы с вами говорили, что алкоголик, наркоман, они настолько вот обыденно, да, ну вот человек спился, но его же можно вылечить, это болезнь, это химическое. То есть это сострадание людей к наркоманам и алкоголикам, но нет сострадания такого к игроманам. Абсолютно, хорошо, а давайте тогда посмотрим с другой стороны. У нас есть такое заведение, как Твайка, психиатрическая клиника. Да. Ну давайте тогда признаем, что большинство больных, которые находятся там, шизофреники там и тому подобное, они тоже слабовольные, потому что на данный момент, ну не буду вдаваться в научную там тематику, да, признали это психическим заболеванием, и это действительно не потому, что вот у меня нет воли. Знаете, как в том анекдоте, сила есть, воля есть, а силы воли нет. Вот, не потому, что у меня нет воли. Да, в какой-то степени я хотел там. Легкой наживы. Не хотел вкладывать силы, там, время тратить. Вот. Но, опять же, это работает на подсознательном. Не потому, что там мне вот что-то, семья. Да, моей семье надо поставить памятник. Я согласен. Но, вот, дама не задумывалась о том, а сколько семей знают о том, что человек играет. Моя семья меня не бросила. А сколько таких, которые бросили, оставили на выживание. Как хочешь, так и крутись. Я не согласен с ней, что это отсутствие силы воли. Абсолютно не согласен. Это действительно психическое заболевание, психическое отклонение от так называемой нормы, которой привыкло наше общество. И я вполне спокойно реагирую на то, когда люди говорят, ну ты же такой, у тебя нет просто силы воли. Слабак. Слабак. У меня вот, например, хорошо, семья. Нам уже, к сожалению, пора заканчивать. Звукорежиссер подсказывает нам, что время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. Но я надеюсь, что вы придете еще раз и продолжите рассказывать свою историю. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо вам за терпение. И поздравляю вас еще раз с днем вашего рождения. Спасибо.